Салам, друзья! Меня зовут Саша, а его зовут Арсений. Ладно, но это видео не про него. В общем, знаете, над чем я задумался? Я уже на протяжении года очень активно интересуюсь вашей страной, то есть Кыргызстаном. Я смотрю клипы, смотрю видео, смотрю видео про природу, факты, узнаю очень много всего интересного для себя и рассказываю много всего интересного вам. И вы мне пишите то, что вы очень много всего узнаете из моих видео, и то, что даже я знаю больше о Кыргызстане, чем вы. И мне это очень приятно слышать. И я вот сел и задумался, то, что я хочу сделать что-то очень необычное и интересное для вас. То, чего вы еще никогда в жизни, наверное, не видели. Хотя, может быть, и видели. Не знаю. Я подготовил для вас очень интересный флешмоб. Да, друзья, флешмоб. В котором поучаствовать сможет каждый. Именно. Каждый. То есть, прямо ты. Ты сейчас, если захочешь, сможешь поучаствовать в моем флешмобе и попасть в новое видео. Да, вот так все легко. Представляешь? Как вы знаете, депутат Дастан Бекешев подарил мне вот эту вот книгу Чингиза Айтматова. Это чек какой-то. Вы его не видели. В общем, если у вас есть какие-то идеи по поводу этой книги, то можете написать в комментариях, потому что мне очень важно ваше мнение. И, возможно, чью-то идею я даже использую. И, конечно же, этот человек попадет в видео. Вот так. Если вы вдруг не видели видео про то, как Дастан Бекешев, депутат парламента Кыргызстана, подарил мне вот эту вот книгу. И что же он здесь написал, потому что так вы не прочитаете с этого видео. Вот это видео. Ссылка на него в описании, вон там в подсказке. Обязательно посмотрите. Ну, после этого видео, конечно же. В общем, меня очень сильно поразила ваша реакция на то видео, которое я снял про Чингиза Айтматова. И я понял то, что этот писатель для вас как настоящий герой. Да, такой же герой, как, например, из фильма Марвел. Мой, например, любимый герой – Железный Человек. Не знаю, к чему я это сказал, просто сказал. Чингиз Айтматов – это герой, который сумел рассказать всему миру о Кыргызстане. Именно поэтому я предлагаю вам проявить себя в творчестве видеоблогинга вместе со строками классика. Прочитайте отрывок из произведения Чингиза и вышлите мне это видео в Инстаграм. Именно то видео, где вы будете читать отрывок из его произведения. А какой отрывок я скажу чуть-чуть позже. У меня есть идея из всех ваших видео, которые вы мне скинете вот в моем Инстаграме, которое сейчас вылезет сбоку. Вот он, выезжает. Вот он, здесь. В общем, сделать одно огромное видео из ваших и моих творений. Ну, под творениями я подразумеваю чтение отрывка. Только, когда вы отправите, обязательно подпишите свое имя, город, а также напишите, как вас подписать. Да, друзья, я понимаю, что это очень серьезный челлендж, но я думаю, что среди десятков тысяч моих подписчиков найдутся смельчаки, которые поучаствуют в нем. Друзья, ну а на сегодня нашим отрывком станет этот. Я открываю Насте из окна. В комнату вливается поток свежего воздуха. В яснеющем голубоватом сумраке я всматриваюсь в астюды и наброски начатой мною картины. Их много. Я много раз начинал все заново. Но о картине в целом судить пока рано. Я не нашел еще своего главного, того, что приходит вдруг так неотвратимо, с такой нарастающей ясностью и необъяснимым, неуловимым звучанием в душе, как эти ранние летние зори. Я хожу в предрассветной тиши и все думаю, думаю и думаю. И так каждый раз. И каждый раз я убеждаюсь в том, что моя картина еще только замысел. Я не сторонник того, чтобы заранее говорить и оповещать даже близких людей о незаконченной вещи. Но не потому, что я слишком ревниво отношусь к своей работе. Нет, просто мне думается трудно угадать, каким вырастет ребенок, который сегодня еще в люльке. Также трудно судить и о незавершенном, невыписанном произведении. Но на этот раз я изменяю своему правилу. Я хочу во всеуслышание заявить, а вернее поделиться с людьми своими мыслями о еще ненаписанной картине. Это не прихоть. Я не могу поступить иначе, потому что чувствую, мне одному это не по плечу. История, всколыхнувшая мне душу, это история, побудившая меня взяться за кисть. Кажется мне настолько огромной, что я один не могу ее объять. Я боюсь не донести, я боюсь расплескать полную чашу. Я хочу, чтобы люди помогли мне советом, подсказали решение, чтобы они хотя бы мысленно стали со мной рядом у Мольберта. Чтобы они волновались вместе со мной. Не пожалейте жара своих сердец. Подойдите поближе. Я обязан рассказать вам эту историю. Наверное вы сейчас меня спросите, почему я выбрал именно это место. Но я думаю тут очевидно, потому что как бы эти строки, они связаны с чем-то новым. С новыми мыслями, новым этапом в жизни. А также там очень много говорится про картины. Поэтому я решил встать возле картин. Здесь как видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Только что посчитал. Там еще задние картины, еще там картины. В общем здесь везде картины. Поэтому я думаю то, что это место больше всего ассоциируется с этими строками. Также еще друзья, если вы будете участвовать в моем флешмобе, то пожалуйста, выберите тоже какое-нибудь место, которое будет у вас ассоциироваться с этими строками. Может быть это будет какое-то место на улице. Может быть какое-то место в доме. Тоже какая-нибудь картина. Ну а для тех, кто не решится участвовать в флешмобе, остается загадкой. Из какого произведения взяты эти строки? Напишите пожалуйста вон там в комментариях, потому что будет очень интересно узнать. Читали ли вы это произведение? Я уже знаю из какого произведения эти строки, потому что я же их выбирал. Друзья, ну а я лишь сделаю вот так. Только что хотел записать концовочку вот здесь. И короче включил вот эту лампу и коротнул, а свет вырубился в квартире. Капец. Значит будем без нее. В общем таки друзья, еще раз подобная инструкция и все правила, а также те строки, которые я читал, будут в описании. А также может быть я продублирую и в комментариях, но в описании они точно будут. Поэтому участвуйте, я буду вам очень рад. Всем удачи. Ну а с вами был я Саша. Огромное спасибо за просмотр. Надеюсь это видео вам понравилось и вы поучаствуйте в моем флешмобе, потому что я уверен будет очень круто. Уж очень хочу узнать вас поближе, увидеть вас хотя бы на видео и пообщаться. Да. Ах да друзья, забыл упомянуть. Вы можете как прислать мне видео в директ в инстаграме, так вы можете выложить его на свою страничку в инстаграме, написать хэштег Санёк, вот такой вот хэштег Санёк, либо же просто ответить меня Санёка и написать там хэштеги Кыргызстан и все такое. Ну это если вы уже хотите. Вот так. Ну а с вами был я Саша. Огромное спасибо за просмотр. Пока-пока. Да, друзья.